МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фольга, металлическая пленка, сусальное золото. Все цвета – отсыл вглубь времени и вглубь сознания. Не иконы, но эффекты русской иконописи, говорит автор. Основываясь на фактурах, впечатлениях иконы, создаю вот этот невидимый образ нашей национальной культуры. Без ликов святых, но в то же время ощущение вот этих плоскостей, монументальности, нарядности, праздничности, которые всегда присутствовало в иконе. И я вот стараюсь в этих абстрактных работах это сохранить. В областной библиотеке для детей и молодежи спать тоже некогда. События ночи искусств – открытие виниловой комнаты. В фондах библиотеки 3,5 тысячи грамм пластинок. И теперь есть, где их послушать. Это и детские радиоспектакли, которых сейчас так не хватает нашим ребятам. Это и детские песни. Это и эстрада тех времен, когда были очень популярны группы Абы, Бунием и многие другие, даже малознакомые. Мы предполагаем, что сюда будут приходить люди, которые захотят в уединенном месте, в очень приятном месте послушать музыку, настоящую музыку. Будут для этого и наушники, можно прийти маленькой группой. В виниловой комнате можно сыграть и самому. Электрогитара и синтезатор уже ждут всех желающих. Но и это еще не все сюрпризы. Мы решили сделать эту комнату настолько уютной, необычной и обратились к проекту «Лестница», очень популярному во Владимирской области, чтобы они сняли нам панораму города Владимира. И вот в центре комнаты, когда ты находишься, ты стоишь на месте золотых ворот и можешь ощутить себя золотыми воротами. Читальный зал на одну ночь превратился в творческую мастерскую. Начать рисовать никогда не поздно, если умеете видеть красоту окружающего мира и есть желание воплотить ее на холсте, убеждал Владимирцев художник Олег Пленкин. И убедил. Под его руководством ученики самых разных возрастов написали пастелью «Осенний натюрморт», а главное – научились верить в себя. Тут помогают ассистенты студии рисовать. То есть проблем нет. Очень интересно. Я смотрю, и дети даже справляются. Мне очень нравятся пейзажи, закаты разные. Повешу ее на стенку. Если поставлены не сверхзадачи в области избирательного искусства, то рисовать может каждый. И поэтому сегодня я просто показал главным образом порядок ведения работы, с помощью которого можно быстро, за короткое время, сделать достаточно выразительный рисунок. Первоначально, когда пришли некоторые, так сказать, участники мастер-класса, кто записывался, они сказали, что мы такое не нарисуем. Я им сказал, что мы нарисуем такое. Все справились? Я думаю, что все справились. А это фотозона – дань памяти классика русской литературы Ивана Тургенева. 9 ноября исполняется 200 лет со дня его рождения. Книжной выставкой в библиотеке не ограничились. Придумали фотосессию под названием «Тургеневская девушка». Кружевные шляпки и платье в пол предоставил Владимирский драмтеатр. Когда одеваешь его, сразу хочется выровнять спину, как-нибудь поиграть со шляпкой. Сразу ощущение такое, что ты переносишься немножко в то время. Представляешь, как же все-таки ходили девушки, было ли им удобно, как они это все шили. Это же столько материи и настолько красиво. Всего в рамках акции «Ночь искусств» во Владимирской области прошло более 100 различных мероприятий. Гостями культурного события стали 10 тысяч человек. Оксана Котова, Станислав Трегубов, Губерния, 33.